МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, как всегда, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлюсь с другими фактами. Доброе всем утро! И в продолжении темы погоды. По данным долгосрочного прогноза, в ближайшие дни в Беларуси немного потеплеет. Сегодня в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Средняя температура воздуха составит около 15 градусов. Выходные в стране начнутся с тепла, но будет ветрено. В субботу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Сохранится порывистый ветер. Днем столбики термометров поднимутся в среднем до 17 градусов. А в воскресенье небольшие дожди ожидаются только в отдельных районах. Но температура немного снизится. В дневные часы она составит максимум 14 градусов по республике. В областной библиотеке имени Ленина развивают проект «Музей онлайн». Он создан для того, чтобы предоставить дополнительные возможности для знакомства с Литературным музеем народных писателей Беларуси. Проект ориентирован на оценителей отечественной литературы и всех, кто интересуется белорусским художественным словом. Посетить музей онлайн можно на сайте библиотеки. «Семь снов о тебе». Премьеру этого спектакля готовят в Молодежном театре Гомеля. В основу постановки легла пьеса современного драматурга Киры Малининой. Она создана по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсия Маркеса. Жанр спектакля определен как мелодрама. Это рассказ о поисках любви, одиночестве и мыслях о Фатуме. Главные герои он и она ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах и эмоциях. Беседуют о переживаниях, случайностях и предначертанности. Ну а в картинной галерее Гавриила Ващенко открыта выставка творческих работ под названием «Я художник, я так вижу». Этот выставочный проект – хороший шанс заявить о себе. Его участниками стали жители областного центра и Гомельской области. Несмотря на то, что экспозиция уже открыта, каждый желающий может предоставить свои картины, скульптуры, рисунки и фотографии. Возраст участника и уровень профессиональной подготовки значения не имеет. К 75-летию Великой Победы писатели Гомельщины готовят поэтический проект. Его частью станут стихи о героизме народа, трагизме событий Великой Отечественной войны и ценности мира. Авторам предлагается записать на видео свое произведение в собственном исполнении. Затем стихи будут размещены на сайте библиотеки имени Ленина. В итоге получится своего рода лента памяти. Проект стартует в День работников радио, телевидения и связи 7 мая. Тем временем Белпочта проводит акцию к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Белорусы, достигшие 75-летнего возраста, смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек с оттисками специального штемпеля вместо марки. Получить эти почтовые наборы можно до 9 мая, а бесплатно отправить по стране до 15 числа. Список почтовых отделений, где можно поучаствовать в акции, размещен на сайте Белпочты. А если заявку на получение открыток сделать по телефону, то наборы можно будет найти в своем почтовом ящике. Продолжение следует... Также звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. В 21.30 смотрите на нашем канале фильм «Лучшее во мне». Это история о двух бывших влюбленных. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли. И никто не забыл страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот события жизни дарят им новую встречу. Что из этого вышло, смотрите на нашем канале в 21.30. Ну а завтра в нашем эфире можно посмотреть семейную комедию, которая называется «Месть пушистых». Амбициозный бизнесмен Дэн Сандерс приступает к осуществлению грандиозного проекта. Он хочет разбить город прямо посреди орегонской пустыни. Покой и красота этих мест нарушается шумом экскаваторов и грузовиков. Но не тут-то было. На защиту природы вступают животные. Пушистые, зубастые и когтистые. И месть их не знает пощады. Включайте телеканал «Довору-4». Гомет завтра в 20.25. А сразу после комедии наш канал предложит телезрителям фантастический боевик «Страховщик». События развиваются в 2044 году. После природной катастрофы население Земли значительно сократилось. Большую часть суши теперь занимает пустыня, а люди скрываются в городах за высокими стенами и искусственными облаками, которые созданы с помощью роботов. Они поддерживают существование оставшихся городов. Роботы снабжены защитным механизмом, который не позволяет им наносить вред людям. Однако после одного инцидента страховщик Жан Вокан начинает подозревать, что роботы научились изменять себя. Смотрите завтра в 21.50. Пять туров, пятерка игроков, каждая из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в интеллектуальной викторине «Эрудит пятерка». Проект призван найти знающих, инициативных и находчивых ребят. Их эрудиции удивляют не только сверстников, но и взрослых. Ведущий программы Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свои лучшие качества, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в приятном напряжении каждое воскресенье. Включайте наш телеканал в 12 часов 15 минут. Классный час. Детская познавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Авторы передачи задались целью воспитания и образования детей и подростков. Проект выполняет развивающую, образовательную и развлекательную функции. Он направлен на развитие нравственности, общечеловеческих ценностей, поддержание качественного, интеллектуального и культурного уровня молодежи. Целевая аудитория – дети от 10 до 16 лет. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.45 и все увидите сами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И напоследок немного увлекательного. Пользователи сети удивила собака, которая не просто смотрит фильм, а переживает за происходящее. Хозяин пса снял на видео момент, как его питомец смотрит одну из классических сцен фильма «Кинг-Конг». Неожиданная реакция бульдога поражает. В общем, смотрите сами. Это «Утренний фреш». Я, Александр Лупиненко, хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным. А настроение солнечным. Всем хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин